типа ты не тут пробуй говорит а ты тут пробуй здравствуйте друзья короче нахожусь я вот сверху на крыше здания снег проваливается не знаю что под снегом чтобы не провалиться может в какой-нибудь яму могу провалиться думал здесь вылезу будет вид на город хороший а тут мало вообще что видно короче лажу тут брожу смотрю по сторонам но здесь такой старый город особо ничего такого не видно вот видите снега много аж прямо знаете так слепит слепит снег о на седьмом этаже сейчас нахожусь на крыше седьмого этажа получается так да здесь москву не посмотришь заметены улочки все московские как в той песне улочки московские блин хоть бы только не провалиться куда-нибудь ну вот короче такой вот здесь вид чем смог тем радую такой момент в комнате с нами жил один узбек он здесь отмечал свое пятидесятилетие такая интересная ситуация случилось это было где-то ну может не не недельки полторы назад до после работы мы всегда заезжаем в магазин вот чтобы там прикупить себе чего-то и у меня было в кармане короче там где-то около двухста рублей я купил ему три шоколадки я оставил короче под одеялом и он как бы нашел всех ходил спрашивал кто купил кто купил и только вот на днях он реально узнал что это был я маленький такой кусочек добра но но было приятно вот и мне и ему ну чем смог как говорится такие вот мелочи так и живем а да кстати привет хочу передать хочу привет передать зоя фа фанова вроде бы или как ну и всем подписчикам салют спасибо что смотрите очень приятно как всегда не забывайте комментарии писать я стараюсь отвечать на все читают точно все у вас слава богу очень приятно читать очень мало осталось негатива это очень здорово ну короче вроде бы все налаживается все хорошо становится салам алейкум вот так вот братва вот так вот очень приятно так вот если я сделал в этом которые салявка на тебя уже надеш belong на космонавтов учишься правильно а все теперь можно идти вот как оно ох когда-то было что-то это интересное вот основная вещь стоит хочу рассказать еще такую историю как один раз я встречал новый год в Сочи получается это был если я не ошибаюсь где-то 2004 год я встречал там по-моему и жил я в номере с одним там из руководства с белбоколей нашей белорусской вот и получается мы пошли с ним еще там с одним молодым человеком на рынок решили купить местного вина вот и хванчикару или хванчикару как правильно говорит до сих пор я не знаю вот решили купить именно домашний такой домашнего производства и заходим мы на рынок а зимой рынок он вообще пустующий да и самое интересное то что мы только зашли на рынок главное там наверное выглядеть было хорошо более-менее одетыми прилично и только заходим нас по плечу тук-тук типа попробуй гранатовый сок самый вкусный сок ты нигде такой не пробовал ну и мы говорим сока гранатового мы не хотим мы совсем за другим здесь ты сначала попробуй говорит а потом говорит ну мы ладно все-таки нас уговорили мы пробуем этот гранатовый сок вот ну и конечно же вежливо говорим что покупать его не будем и только мы отходить сразу по другому ключи так хлоп-хлоп типа ты не тут пробуй говорит а ты тут пробуй и если честно мы были вообще в шоке мы гранатового сока напились столько мы скушали столько вкусных мандарин самых вкусных у каждого были самые вкусные мандарины наелись очень 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 хорошо но как вы знаете сначала надо выпить а потом хорошо закусить я то человек не пьющий я особо вообще как бы спиртные напитки не очень и получается это добрались мы все-таки на кушаные очень сильно на кушаные до прилавках там где продают именно вот эти вот все напитки и нам из-под полы в двух литрушках начинают выставлять там 20 бутылок там где-то около того но мы типа а что все разное а нам говорят да все разное и мы давай дегустировать короче на дегустировались просто капец как и и короче говоря ну говорят так опять и опять нам говорят да ты не тут пробуй ты и там пробуй и там таких по-моему то ли 3 то ли 4 прилавка было и мы вот с каждой бутылочки по пробочке представляете вот втроем мы просто с ума там сошли короче домой приехали накушанные напитые или выпившие я не знаю как это точно сказать ну надегустировались только надегустировались так короче что просто капец так что так что это вот эту поездку я точно не забуду особенно еще как мы решили пешком прогуляться на Ахунагуру это я всех подначил такой вот бессовестный на Ахунагуру сходить пешком так вот хотели мы пофотографировать Сочи там с этой смотровой башни пока мы до туда добрались полностью весь всю гору всю гору затащило таким туманом что видимость была ну в лучшем случае 5 метров вперед так что мне потом спасибо все говорили спасибо типа как бы такое спасибо так что вот такая небольшая история если вам интересен такой вот формат историй у меня их очень много могу порассказывать вам потравить немножко здесь правда прохладновато пальчики мерзнуть телефон держать перчаточки не одел как тогда в Петергофе лопухнулся с этим без перчаток ходил везде вот ну вот так вам желаю как всегда удачи всего хорошего не болейте любите друг друга ну и будьте счастливы спасибо